Привет, друзья! Я Александр Кушнарь на Ньюсейдер. Сегодня 14 мая, суббота, 80-й день войны. Небезызвестный халуй кровавого путинского театра Олег Морозов, называющий себя депутатом российского парламента, разразился угрозами в адрес польского государства. В своем телеграм-канале он написал, что Кремль сделает Польшу следующей после Украины целью для деноцификации. Тем самым это марионеточное путинское отродье отреагировало на позицию польских руководителей, которые совершенно справедливо пригрозили Москве взысканием многомиллиардных компенсаций за нападение на Украину и назвали российский режим экзистенциальной угрозой для всего человечества. Накануне, в пятницу, президент Польши Анджей Дуда сказал следующее. «Мы глубоко верим, что международное сообщество принудит Россию к выплате контрибуции на восстановление того, что было разрушено в Украине», — сказал он в ходе вчерашней пресс-конференции с президентом Эстонии Аларом Каррисом. Тремя днями ранее в британской The Telegraph премьер-министр страны Матош Моровецкий назвал мясника Владимира Путина более опасным диктатором, чем даже Гитлер, из-за наличия ядерного оружия. Ну а путинскую идеологию русского мира Моровецкий охарактеризовал как эквивалент коммунизма и нацизма 20 века, с помощью которой, вот этой самой идеологии, по его словам, российский режим оправдывает выдуманные права и привилегии для своей страны. Цитирую. «Русский мир — это раковая опухоль, которая представляет собой смертельную угрозу для всей Европы, поэтому недостаточно просто поддерживать Украину в ее военной борьбе с Россией. Мы должны полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию», — подчеркнул Моровецкий, выразив уверенность, что Россия не остановится на Киеве, поскольку отправилась в долгий поход против всего Запада. И теперь, по словам Моровецкого, только цивилизованный мир может решить, где Россия закончит свое кровавое путешествие. Там, где Запад ее и остановит. Такие заявления стали самыми жесткими и вместе с тем самыми своевременными из всех, что произносили западные лидеры в отношении путинской орды в последнее время. Теперь, когда русский мир перешел от риторики умалишенных к воплощению этой риторики в виде изнасилованных детей и их растерзанных родителей в Украине, странах Североатлантического альянса начали вспоминать об уроках Второй мировой войны, которые гласят «путь Чемберлина и Деладье, которые пожертвовали Чехословакии ради надежды на избежание мирового кровопролития, приближают это кровопролитие, а не отдаляют его». Польские руководители помнят эту истину лучше многих других, потому что эта истина вписана кровью в историю польского народа, который вслед за Чехословакией стал первой военной жертвой Мюнхенского сговора в длинной шестилетней мясорубке, а после ее окончания вынужден был смириться с полувековым нахождением в сфере влияния Москвы под вывеской стран Варшавского договора. То, что вытворяют сейчас российские человекоподобные живодеры на украинской земле с мирным населением, польским политикам знакомо из свидетельств родственников, предков и исторической литературы, где подробно описываются ровно такие же зверства на территории Польши, творимые тогда, 80 лет назад, теми же самыми русскими убийцами, которые называли себя армией-освободительницей, точно так же, как это делают сейчас путинские вурдалаки, когда устраивают украинские бучи под рапорты об освобождении украинцев от нацистов. Красная армия изгнала из польской территории Третий рейх только за тем, чтобы устроить там массовое изнасилование, истязание, мародерство и террор против гражданского населения. И это было не просто данью типичному русскому садизму, выращенному многовековой негативной селекции от Петра до Джугашвили. Ни для кого не секрет, что Сталин был конкурентом Гитлера не в борьбе за установление мира на земле, а в борьбе за установление контроля над Европой. Поэтому-то красноармейцы и приходили в ту же Польшу на самом деле не как освободители, а как захватчики, со всеми атрибутами озлобленной деревенщины и исполнены инстинктами шакалов и маньяков, которым дали волю творить с захваченным населением все, на что способна была их девиантная психика. Теперь, когда перед поляками вживую, прямо сейчас, разыгрывается страшная трагедия 80-летней давности по идентичному сценарию, только уже в соседней стране, они в своей реакции опередили прочий мир, славно дремавший все эти годы в парах веселящего путинского газа. Стряхивая пыль с копии архивных документов с подписями Риббентропа и Молотова, польские лидеры теперь напоминают миру, что единственное отличие нынешнего режима кремлевских кровопийц от их идеологических предшественников в лице Сталина и Гитлера, это наличие у этих кровопийцев оружия массового поражения. Программа, предлагаемая Варшавой в отношении России, является иллюстрацией прекрасно выученного урока середины прошлого столетия. Вместо того, чтобы надеяться на благоразумие жестокого врага, следует уничтожить его раньше, чем он попытается уничтожить вас. К счастью для цивилизованного мира, на этот раз, в отличие от времен Чемберлина, у этого мира есть в десятки раз больше экономических и военных мощностей, чем у противостоящего ему нечеловеческого зла. Более того, хотя формулировки польских властей о необходимости ликвидировать русский мир и прозвучали весьма радикально в условиях затхлой политкорректности современного мира, в действительности обозначенная Варшавой концепция была поддержана на самом высоком уровне всего Североатлантического альянса, в Министерстве обороны Соединенных Штатов и в Белом доме. Не зря глава Пентагона Ллойд Остин именно во время визита в Польшу сделал там свое историческое заявление о том, что цель нынешней американской администрации состоит не просто в том, чтобы остановить русских захватчиков на украинской земле и изгнать их оттуда, а в том, чтобы подорвать потенциал России так, дабы она никогда и никому в человеческой истории впредь не могла больше угрожать. Изречение Остина по форме может показаться сдержанней, чем последние высказывания польских руководителей, но с точки зрения содержания американский министр был даже более категоричен, учитывая военные возможности США. В то время как поляки просто призывают вырезать из картины человечества только лишь путинский русский мир, США, обратите внимание, предлагают кастрировать всю Россию как образование на политической и исторической карте мира. Очевидно, что недавние выступления и Дуды, и Моровецкого это просто заострение того подхода, который был недавно изложен посланником из Вашингтона. Ну а как же российская пропаганда реагирует на заявления польских властей? Это самая пропаганда, для которой сценарий пишется, естественно, в администрации Путина. От имени одиозной Ольги Скобеевой заявила только что о том, что, мол, из-за подобных высказываний, которые сделал Моровецкий, польское государство ранее уже несколько раз лишалось независимости. Слушайтесь, в то время как польские руководители говорят о необходимости уничтожить опасную для всего человечества путинскую идеологию, а не саму Российскую Федерацию, Кремль устами своей отвратительной пропагандистской гидры в ответ грозит напасть на саму Польшу как страну и грозит самой циничной форме через напоминание о том, что в прошлом столетии Россия от лица бандитского сталинского режима уже участвовала в разделе польской территории, сговорившись тогда с другим бандитским режимом, гитлеровским. Известное путинское «можем повторить» сквозит здесь особенно зловонной струей. Вот только на этот раз у злобного московского царства, привыкшего веками терроризировать своих соседей, возникла проблема, с которой ранее ни один русский самодержец, ни из рода Романовых, ни из советских генсеков, ни из российских президентов никогда не сталкивался. Теперь страны, расположенные рядом с московским ханством, который пытается им угрожать, вхожи в самый сильный в истории оборонный альянс во главе с США. Альянс, который ни разу не подвергался нападению за всю свою историю. Ибо, как сказал на слушаниях в Конгрессе тот же Остин, этот альянс наделен самыми передовыми возможностями и имеет в своем распоряжении почти 2 миллиона военнослужащих. Однако Скобеевой, Морозову и их хозяевам, которые угрожают Польше, нужно вспомнить не только о количественных и качественных показателях НАТО, но и о том, что русские шовинисты позорно проигрывают войну куда меньших масштабов, на подготовку которой они при этом потратили 15 лет и сотни миллиардов долларов. В итоге, как известно, эти шовинисты так и не смогли собрать для участия в резне против Украины более 150 тысяч солдат, половина из которых через 80 дней после нападения уже выведена из игры, благодаря героическому сопротивлению украинцев, которым потекло вооружение из того самого НАТО, странам которого теперь пытается угрожать российское руководство. Выяснилось, что армия, которую в мире считали второй по силе, оказалась первой по числу потерянных за два месяца генералов. По этой причине даже самые осторожные участники Североатлантического блока включились в прямую военную поддержку в пользу Украины. Во всем цивилизованном мире, на который приходится более половины всей мировой экономики, страх перед мифом о всемогуществе военной машины Кремля сменился праведным гневом и желанием всеми доступными средствами раздавить эту гадину, на которую приходится всего лишь один процент мировой экономики. Больше никто не боится угроз выходцев из питерской подворотни, которые они так и не сумели подкрепить реальными делами, а на их ядерную риторику те же штаты дают четкий и, в общем, завуалированный ядерный ответ. Как сказала замгоссекретаря Виктория Нуланд, пусть только попробуют применить хотя бы тактическое ядерное оружие хотя бы по Украине, и ответные меры будут такими, что ни Путин, ни целое поколение россиян не оправятся от того, с чем им придется тогда иметь дело. В этих условиях загнанный в ловушку Путин, если что-то и может повторить, то только заключительную часть существования других империй, которые канули в лету, так же, как это происходит сейчас с империей российской. Ей уже не избежать гибели, а ее отчаянной попытки вернуть в свое гнилое лоно бывшей колонии, это лишь последние вздохи утопающего посреди океана неумелого пловца. Скобеева, конечно, может и дальше продолжать разыгрывать трагикомедию, написанную главой российской президентской администрации Сергеем Кириенко, но ей надо будет только четко понимать, что очень скоро финансирование ее роли начнет сокращаться, и дело даже не в тех санкциях, которые уже введены против нее и многих других российских пропагандистов странами G7. Близящееся нефтяное, а затем и газовое эмбарго сократят ресурсы России на 80% через пару лет, так что уже скоро Искобеевой и ее коллегам по пропагандистскому цеху придется смириться с серьезным сокращением их зарплат, а то есть сокращением штата. С этой точки зрения ее личное усердие в том, чтобы не позволить Западу затребовать от России контрибуции в пользу Украины, можно понять. Российский бюджет, опустошенный отказом мира от энергоресурсов Москвы и постановлениями международных трибуналов по делу о нападении на Украину, будет означать, что Скобеева, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, весь состав Госдумы и другие пособники путинского терроризма не просто лишатся своих баснословных доходов, они вынуждены будут в буквальном смысле побираться, ибо не умеют делать ничего другого, кроме как бесконечно лгать в угоду их преступным боссам, а эти боссы уже в самой ближайшей исторической перспективе окажутся банкротами. Таким образом, польские руководители весьма вовремя подняли вопрос о контрибуциях, которые Россия должна будет заплатить Украине. Стратегически ситуация склоняется в пользу украинцев, несмотря на все трудности на фронте. А значит, пора подумать и о взысканиях с Россией. Больше, как встарь, у московских царьков не получится совершить набег и с гоготом убраться во свояси, рассказывая потом в учебниках истории сказки про освобождение и про Россию, которая никогда ни на кого не нападала. На сей раз ответчик, как и полагается, заплатит истцу, то есть жертве своей агрессии, за весь ущерб, и заплатит сполна. Так, что и через три поколения российские граждане будут отчитывать из своих карманов долю в пользу потомков тех украинцев, чью землю топчут сегодня путинские нелюди. В Кремле могут сколько угодно угрожать Варшаве деноцификации, но зонтик НАТО это гарантия против того, что Путин рискнет пересечь польскую границу. А с теми в кавычках успехами, которые демонстрируют сейчас кремлевский сброд в Украине, можно с уверенностью сказать, что единственным, кого реально деноцифицируют во всей этой истории, станет сам российский агрессор. Если же бандформирование, прикидывающееся сейчас страной и не способно теперь оставаться даже бензоколонкой, не успокоится в ближайшее время, то, несомненно, будет растоптано цивилизованным миром, расчленено на безопасные для окружающих стран территориальные образования и предано вечному забвению за все те страдания, которые это отвратительное образование причиняло человечеству на протяжении последних трех столетий. Дни кровавых выродков близятся к концу, каким бы ни был этот конец, отступление или общепланетарный конфликт. Они хотят ядерной войны, будучи свято уверены в том, что выиграют ее. Однако ядерная война, если и состоится, то с иными для просящего результатами. Просто ядерное разоружение России тогда случится быстрее, чем на это рассчитывал Рональд Рейген, подписывая с Михаилом Горбачевым договор о сокращении стратегических вооружений. Мир дорого заплатит за такой исход. Но Россия расплатится своим физическим существованием. Там, где она когда-то существовала, будут расстелены тысячи километров зараженной радиацией дикой земли, на которой и через сто лет опасно будет сажать картошку. Спасибо, друзья, за то, что остаетесь с Ньюсейдер. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и, конечно, поддерживайте украинскую армию через те ссылки, которые я даю в описании к этому видео. Там же вы найдете и те ссылки, через которые вы можете поддержать наш канал, PayPal, Patreon, банковский счет и другие. Я бесконечно благодарен всем, кто помогает нашему каналу и, конечно, кто помогает украинской армии. Мира и здоровья вам! До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok